На сегодняшний день я занимаюсь, так сказать, коммерческой составляющей Центра развития инжиниринга и являюсь директором малого инновационного предприятия САБЕР. Вот, я знаю, присутствовала тоже на лекциях у своей коллеги Александра Мегалюк, она рассказала вам про маркетинг, и возможно, что кто-то из вас тоже тогда был, и Пабло вставил свои комментарии по поводу такого инструмента для работы с университетами, как малое инновационное предприятие. Какие юридические нюансы при заключении контракта со спонсорами? Потому что команды, они иногда даже не имеют статуса структурного подразделения университета. Как это вообще решалось у вас? То есть это был контракт с университетом или все-таки отдельно с командой или с физическим инновационным? Какие варианты? У нас обычно идет с университетом как соглашение или как договор, как договор в основном. Именно с университетом. Саша, ты позволишь? Добавлю. На самом деле, да или нет. Очень сложно просто получить, если это будет помощь в деньгах, очень сложно его получить через университет. Понятно, что когда продукция, это проще заключить небольшой договор о своемодействии, там единый прописан на сифрах, ничего такого. Просто мы парнеры и помогаем друг другу. Рамужные соглашения. Если вопрос идет о деньгах, то уже нужно, я вам сильно советую, открыть небольшой, как сказать, не компания, конечно, но вам нужно открыть какой-нибудь мип и что-нибудь подобное. И чтобы вам была возможность заключать не как университет этот договор, а университет как участник вашего мип, да, оно является одним из, допустим, учредителей, но у вас это как отдельная компания. Тогда проще это проводить, потому что по-другому, не то, что университет не хочет или не может. Проблема – это герархия, да. Университет большой, там изложены вопросы, обсуждается постоянно огромный договор и так далее. Не за вас. Вот. Я часто встречал эту проблему со всех годов, когда я руководил, и поэтому наше решение будет создать некая небольшая компания внутри университета. И чтобы это было в рамках закона, можно это, если может быть мип, тогда университет будет один из участников этой компании. И, наверное, это лучший выход, если мы говорим о деньгах. В других случаях, конечно, рамочные соглашения достаточно. Вопрос есть тоже. При заключении контракта с университетом возникает потребность оплачивать налоги как с рекламной деятельностью? Как у вас это учитывалось в университете? Я такого не помню. Возможно, Павел здесь тоже сможет подсказать, потому что... Да, Саша. И смотрите, тут очень важно, Саша говорила, когда говорили о партнерстве, и что это не пожертвование в сторону партнера, вы, скорее всего, для них выполняете какая-то работа. Поэтому, если имеете своя компания, как я вам говорил, когда разговоры идут о деньгах, вы спокойно можете выполнять какую-то работу и, может быть, оценить эту работу. Допустим, я вам простой пример. У нас были случаи, где у компании есть необходимость производить некие испытания и также хотят нас поддержать. Поэтому мы проводим для них эти испытания, и они нам платят за эти испытания. Очевидно, они могли найти кого угодно на рынок и поставить другую цену. Они нам поставили ту цену, которую они хотят нас поддержать. Это в рыночных условиях плюс-минус правильная стоимость, и мы выполняем действительно эту работу. То есть обязательно выполнять действительно эту работу, что это были в рамках закона. Также, как рекламную работу. Вы можете организовать какой-то ивент для этой компании. То есть у вас есть партнер, который может, чтобы участвовали в выставках. Хорошо, вы можете организовать свой ивент. В этом ивенте пригласите те люди, которые интересуют вашего партнера, и получите это некие заходы. То есть в России именно действительно изложено, если просто получить эти деньги как пожертвование, будете платить налоги, будет очень долго это оформлять. Можно делать «да». Правильный или нет путь в наших делах? Ну, не очень правильно, потому что в нашем городе мир, у тебя есть год для всего, да, в формуле студентов именно. В саготе ты должен делать все. Ты должен успеть построить машину, ездить на соревнования и так далее. Если будут ждать, пока оформляют все эти договоры через эти 15, 16, 20 подписок, которые это требуют в университете, и плюс налоги, наверное, это будет очень изложено. Поэтому я вам советую, вот очень сильно советую в этом формате. Он законы, вы не нарушаете нигде закон, требует иметь в команде некий с собой бухгалтер, да, у нас этого есть, команда всегда будет, и позволить решать эту проблему. И повторяю, когда вопрос идет о продукции, этого проблемы вообще нет, потому что там никакие налоги, это пожертвование в университет, дают вам использование, если это станок времени использования, то все это решается гораздо проще. Но когда именно денег, это сложно. Лучше придумать тот формат или что-то подобное о том, что я вам рассказываю. Спасибо. Спасибо. Ждем еще вопросы. Все, написали, спасибо. Есть еще у кого какие-то вопросы? Саша, если я позволю, я один комментарий хотел добавить, с собой рассказать. Смотрите, обычно в рамках работы с университета, даже если у вас есть своя компания, МИВИ и так далее, бывает в университете, когда видят, что есть некая деятельность, которая приносит ресурсы, может потребовать от вас накладные расходы оплатить, то есть это некий процент, который университет собирает от экономической деятельности. Поэтому имейте в виду, всегда правильно объяснить вашего ректора, потому что эта цифра устанавливает руководство университета, нет фиксирования. Обычно, говорит, 20-30% это фиксирование, но на самом деле это можно обсуждать с ректором. Если правильно обсуждать, что ваша компания существует для поддержки вашего команды, можно договориться о том, что университет не потребовал этого накладления от вас. Всегда это лучше вопрос обсуждать с руководителем или с ректором, чтобы была ясна ваша деятельность. По-другому бухгалтер или организм контроля вашего университета, убедив, что есть некая компания внутри университета, и эта компания ведет некую экономическую деятельность, может потребовать в базе этих накладлений. Поэтому важность этого ситуации всегда была согласована с большим руководством. Спасибо. Спасибо. Друзья, можно я еще пять секунд буквально оторву, извините. Смотрите, вопрос с договорами, на самом деле, он достаточно несложно обходится. Не то, чтобы обходится, точнее, юридически там оформляется. Допустим, есть у вас договор на условных 3 миллиона рублей, которые вам дает спонсор. Вы делаете тут же встречный договор, второй, где этому спонсору прописываете услуги, которые оказываете вы ему, на такую же сумму. И этот договор, он закрывается взаимозачетом. То есть, понимаете, да? И на самом деле это один из вариантов. И он вполне себе рабочий, нормально работает. Вот, это, собственно, я являюсь его руководителем. Если вдруг для кого-то из вас интересна такая тема, как при университете создать свой МИП, ну, если сокращенно, это МИП, то я тоже с удовольствием поделюсь этой информацией, потому что это, так сказать, непосредственная уже бизнес-составляющая. Ну, как мы ее для себя увидели, как мы смогли прийти к такому режиму работы с университетом, чтобы немножко облегчить как раз работу и со спонсорами, и проводить некую и закупочную деятельность, и плюс, чтобы мы тоже могли себя немного сами обеспечивать и привлекать дополнительные ресурсы. Расскажите про МИП, что это, как им пользуются, как это работает у вас. Вот, это, так сказать, от соревновательной составляющей уже к реальной жизни, на самом деле. МИП мы создали в 2017 году, это такой инструмент у нас был, ну, просто если смотреть, в принципе, историю развития нашей команды, то изначально вот как раз мы создавали команду, 10 лет у нас была формула студент, в какой-то момент уже, ну, мы себя так и называем старичками, это как раз я, Пабло, у нас Юрий Коробков, он как раз вел для вас по поводу чертежей, презентацию. Мы начали переводить наш проект формула студент и смарт-мота у нас еще на тот момент были в формат Центра развития инжиниринга. То есть при университете мы сначала создали структурное подразделение, где объединили все вот эти студенческие проекты, там, посредством грантов, которым мы подавали в Министерство образования на тот момент, мы смогли получить оборудование, вот. И уже по соглашению с нашим университетом в дальнейшем мы пришли к решению, что можем создать малоинновационное предприятие. Тогда мы разрабатывали бизнес-план для нашего университета, где мы им доказывали, как бы, сказать, презентовали идею нашего МИПа, что то, что у нас на данный момент существует в университете, мы можем также использовать в коммерческих целях для того, чтобы обеспечивать наши же проекты. Ну, то есть, что мы сделали? Помимо того, что там нас поддерживает университет, включая там площади и некая финансовая поддержка, сейчас это уже, как бы, все равно не основная составляющая. Мы сами должны привлекать средства для наших проектов. И вот так мы завели вот эту коммерческую деятельность на базе Центра развития инжиниринга. Вот. Но, как бы, здесь получается, что университет полностью в курсе наших дел. И, предупреждение, я прям на самоизоляцию уже так много и не разговариваю. Университет полностью в курсе тех дел, которые происходят в Центре. Мы предоставляем им отчетность, но при этом у нас есть возможность оказывать коммерческие услуги на базе Центра. И это у нас все оформлено в виде МИПа. Что такое МИП? Это ООО, в составе которого находится, в составе учредителей находится университет. Ну, грубо говоря, у нас вот в составе, там, примерно просто описываю, там, 40% у университета, там, 40% у Маши, 20% у Паши. Вот. Создается МИП, как стандартное общество с ограниченной ответственностью, с такой поправкой. Так как университет находится в составе учредителей, то университет вкладывает свою долю не денежным путем, а путем внесения патента, либо полезной моделью, которая оценена в стоимостном эквиваленте. Вот. Ну, то есть, получается, есть там два учредителя физических лица, они могут свой уставной капитал внести путем денежным, а вот университет вносит патентом. Вот. И, собственно, этот патент в денежном эквиваленте, денежная составляющая эквивалентен процентам, которые потом вот университет имеет вот в этом обществе. Вот. Но вообще это очень интересная форма работы, и она работает. Тоже уточню про МИП. Что там первые шаги, которые надо делать? Либо вам оформлять патент, необходимую на какую-то свою там полезную модель, либо обращаться в отдел интеллектуальной собственности у университета, и чтобы посмотреть, какие патенты есть у университета на данный момент, и там произвести его стоимостную оценку. Вот. Наиболее интересно, каким образом можно организовать поддержку команды через МИП? Тут нужно немножко, наверное, уточнить этот вопрос, вернее, нужно знать вводные данные, потому что мы пришли к формату МИП, например, ну, именно мы, потому что у нас был там, у нас центр, в котором есть оборудование, у нас есть рабочий коллектив инженеров, и который мог, помимо того, что работать напрямую над проектами, мы могли производить такую диверсификацию людей, что эти работают исключительно со студенческими проектами, а эти работают и принимают заказы со стороны. Вот. То есть мы поставили свою модель так, привлекая к себе клиентов, и, соответственно, зарабатывая некий капитал. И потом уже этот капитал расходовать на команду. Когда вы часть комплектующих или какие-то услуги оказываете, уже оплачиваете с МИПа, и вкладываете это в средства, ну, в команду. Ну и, кстати, да, вот если вспоминаю тогда презентацию Александры и вот комментарий Пабло, то работа со спонсорами – это тоже то, что возможно сделать через МИП, потому что у вас в составе есть университет, вот, и получается, что университет также участвует в этой деятельности. То есть вы, как представитель университета, тоже отвечаете за это, и можно осуществлять работу со спонсорами. Просто так вы становитесь, как сказать, не как баржа в реке, вот. У вас есть способы развернуться, быстро отреагировать, быстро работу провести, ну, без такой сильной бюрократической составляющей, но в рамках правового поля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова